Приветствую всех на канале Program Fix у микрофона Нетли, и в этом видео я хотел бы рассказать о таком замечательном плагине для цветокоррекции фото и видео, программа Adobe и Vegas Pro, плагин Magic Bullet Lux. Погнали! Ну а перед тем как начать, нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на наш телеграм-канал и найти пост с данным плагином, ниже будет ссылка для скачивания. Ну а полный процесс установки данного плагина ты можешь найти в нашем телеграм-канале, и помимо этого ты там можешь найти все то, что YouTube не разрешает выкладывать на свой сервис. А теперь переходим в Adobe After Effects. Хотел бы показать его на примере Adobe After Effects. Мы создаем либо же запускаем любой проект, где хотим использовать данный плагин. После того, как у вас открылся проект в Adobe After Effects, мы создаем Adjustment Layer, точнее быть, корректирующий слой. Для этого нажимаем правую кнопку мыши, New, Adjustments Layer. После чего зажимаем наш эффект и переносим на корректирующий слой. Далее в окне Effect Controls переходим в Looks Edit. У нас открывается окно плагина. Теперь бы я хотел рассказать о нем поподробнее. Для того, чтобы узнать, какие можно добавить эффекты на наше видео, либо же изображение, мы нажимаем на плюсик. После чего у нас открываются дополнительные эффекты плагина. Эффекты камеры, эффекты цветокоррекции и эффекты, связанные с цветокоррекцией фильмов. Я бы хотел добавить такой простой эффект, как Edge Softness, размытие по радиусу. Для того, чтобы добавить, просто нажимаем на него. И он сразу добавляется в наш проект. После чего мы можем его детально настроить. Выберите радиус размытия, радиус неразмытой зоны, также размер блюра и качество блюра. Чем выше качество, тем меньше становится размытие, так что нужно повышать Blur Size. Мы его настраиваем. Ну и вот как наша композиция выглядит без размытия и с размытием. Думаю, выглядит уже неплохо. Также я хотел бы добавить такой эффект, как Diffusion, это свечение. Для этого мы переходим в Tools и у нас открывается эта панель. И выбираем Optical Diffusion, переносим его на наш проект. Далее настраиваем его под себя. Ну и вот так я настроил эффект Diffusion. Теперь давайте посмотрим, как он выглядел до и как выглядит после. Думаю, стало выглядеть даже красивее. После чего нам нужно сохранить наши эффекты. Для этого мы опускаемся вниз и нажимаем сохранить. Ну и вот композиция заграла уже другими красками. После чего мы можем успешно зарендерить. Теперь я хочу показать, как работает данный плагин в Adobe Photoshop. Для этого мы запускаем Adobe Photoshop. После того, как у нас открылся Photoshop и вы закинули любую картинку, где хотите использовать данный плагин, мы переходим в Filter. Далее опускаемся ниже и находим Magic Bullet. Выбираем Looks. У нас открывается окно плагина. Здесь мы уже можем настраивать нашу картинку по всему желанию. Добавить Diffusion, также Lens Distortion, Edge Softness или Chromatic Aberration. Вот как выглядит наша картинка до использования данного плагина. А вот после. Думаю, данный плагин в разы улучшит ваши работы в Adobe Photoshop, After Effects или же Premiere Pro. Также данный плагин подходит для Vegas Pro. Ну а я надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик. Также оставьте свои божественные комментарии. Мы их читаем и даже отвечаем на них. Также отвечаем в ВК. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь там выходит много интересного. Помимо того, что видео удаленные с канала Занрушения правил сообщества. Также опросы и инсайды к будущим видео. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.